Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня вместе с вами на библейском портале экзегет мы продолжаем рассматривать Евангелие от Марка и читаем шестую главу. «Оттуда вышел он и пришел в свое Отечество. За ним следовали ученики его». Под Отечеством Господа подразумевается, конечно же, город Назарет, где Спаситель провел свое детство. И вообще этот город был очень небольшой, около 500 жителей, и там все друг друга знали. И вот вместе с учениками он приходит в этот маленький городок. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры, и соблазнялись о нем?» Вот как встретили его родные жители, горожане, которые знали его с детства. И мы видим, конечно же, такую обыкновенную человеческую зависть, которая возникает всякий раз, когда люди вдруг видят преуспеяние чего-то, что если кто-то, выросший рядом с тобой, неожиданно показывает удивительную мудрость, а сам ты не имеешь такой мудрости, а ты видел его маленьким ребенком, ты видел, как он проходил немощи человеческого возрастания, то возникает опасность впасть в зависть. И вот у жителей Назарета это именно и произошло. И они говорили, ну как так? Мы же его с детства знаем. И как он совершает такие чудеса, исцеляя людей, изгоняя духов нечистых и задержимых? Как он вдруг произносит такие мудрые речи? Ведь он же всего лишь плотник. Вот если в других Евангелиях он называется сыном плотника, конечно же, он не был сыном Иосифа Обручника, но так воспринимали люди того времени, потому что девство Марии, оно, конечно же, скрывалось. Вот. А то здесь, в Евангелии от Марка, он сам называется плотником. На самом деле, это для нас очень хороший пример. Почему? Потому что... В каком смысле? Что действительно, от Иосифа Обручника спаситель перенял плотницкое мастерство. И он изготавливал какие-то предметы из дерева, вот в частности, как свидетельство древней отцы, плуги изготавливал, какие-то предметы быта. И спаситель показывает, что не надо чуждаться самого простого необходимого труда. Он действительно исполнял этот труд и был известен в родном Отечестве как плотник. И вдруг вот этот, как им казалось, всего лишь плотник произносит удивительно мудрые истины и совершает невероятные чудеса. А потому что сам Бог вочеловечился и воспринял в лице Спасителя простую человеческую жизнь, проходя все этапы человеческого возрастания и исполняя даже такой простой труд, который был у плотника. Кроме того, здесь он именуется как сын Марии, потому что они, естественно, знали Божью Матерь и вспоминают, что вот это он и есть. Но также упоминаются братья Господние. Даже имена их упоминаются. Это Иаков, Иосия, Иуда и Симон. Вот эти вот четверо братьев, они были сводными братьями, то есть они родились от Иосифа Обручника, от его первого брака. А Дева Мария уже была обручена с ним, когда он уже был престарелым старцем. И да, кстати, упоминаются также и сестры, но без имен. То есть вот это большое семейство, оно было известно в городе Назарет, однако жители соблазнялись, когда Спаситель в субботний день в синагоге стал проповедовать. Как же на это реагирует сам Спаситель? Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем и у сродников, и в доме своем». То есть всякий пророк, посланный Богом, непременно будет кем-то принят, он не останется без чести. То есть люди, которые слушают Божий глаз, они окажут честь и пророку, любому пророку, который послан Богом. Но вот всегда есть определенное такое преткновение, когда речь идет об Отечестве родном. Потому что когда видели его как маленького ребенка, который проявлял те же самые детские немощи, как и любой ребенок, то, естественно, вот это вот заслоняло их взор на Христа уже как на Спасителя мира. И дальше мы видим удивительное такое свидетельство. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их». Спаситель, если в других местах исцелял очень многих, то здесь вдруг мы видим, что он не может совершить в Назарете никакого чуда. А по какой причине? Вот святые отцы это верно объясняют, и святитель Григорий Богослов, и святой Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилак болгарский, что для того, чтобы чудо совершилось, нужно не только всемогущество, Божие, не только сила Творца, но также и вера того, кто хочет принять чудо. Вот если не будет человеческого отклика на Божий призыв, если не будет сердечного стремления к Богу, Творцу и промыслителю, чудотворцу, то Господь не станет совершать для тебя чудо. Иначе это чудо послужит только к твоему осуждению, что Господь даже чудеса тебя подает явное, а ты все равно не обращаешься, ты упорно не хочешь его принять. Впрочем, все-таки спаситель некоторых людей, сжалившись, исцелил в городе Назарете, возложив на них руки, то есть все же сострадание спасителя проявлялось, и, может быть, эти вот немногие люди все-таки имели какую-то веру, потому что, когда человек вообще в очень тяжелой болезни находится, он, естественно, не смотрит на других, кто чего говорит о Христе, а вот лишь бы получить какую-то помощь и исцеление. И вот таких людей спаситель исцелил. Но при этом, в целом, он удивлялся неверию жителей города Назарет. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Вот как бы ни были маленькие эти селения, даже если там всего лишь несколько десятков жителей было, спаситель не игнорировал. Он обращался к ним. Вообще удивительно, если посмотреть на феномен христианства, если так сказать, христианство появляется не в Риме, столице огромной империи той эпохи, не в каком-то другом известном городе, в Антиохии или в Александрии, не в Греции, которая известна была своими философскими учениями, а в периферийной стране. Для Римской империи Иудея — это была самая отдаленная такая восточная окраина. Причем, даже если брать Иудею, то и здесь спаситель редко появлялся в Иерусалиме. Тоже не центр, не какие-то большие значимые города, не Кесария, где находился римский прокуратор, а, как правило, в Галилее, тоже отдаленная часть Иудеи, где жили простые жители. И вот, невзирая на вот эти самые такие вроде бы незначительные места, где началась проповедь Христа, эта проповедь распространилась в итоге по всему миру, потому что сила Божия за этим словом стояла. Без каких-то внешних вспомогательных средств все это было распространено. Истина не нуждается в дополнительных средствах. Если слово истинное, оно обязательно будет принято. А дальше мы видим, как Спаситель привлекает уже к своему служению, к служению проповеди и учеников, апостолов. «И, призвав двенадцать, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». Вот Спаситель, двенадцать учеников уже посылает на проповедь, причем по двое. Видимо, почему? Потому что апостолы еще, конечно, не были готовы, не были утверждены. Если бы они шли по одному, то могли где-то чего-то испугаться, могли не выдержать каких-то лишений этих миссионерских путешествий, а по двое идти было легче. Кроме того, Ветхий Завет говорил, что свидетельство двух является истинным. Легче поверить двум, которые свидетельствуют об истине, нежели одному. И, кроме того, Спаситель не просто их посылает, а еще дает им особую благодатную силу, власть над нечистыми духами. Вот так постепенно победа, которую Спаситель принес в мир, она начинает уже и людям передаваться. Победа над духами падшими. Это самая главная победа. Почему? Потому что, собственно, грехопадение началось с того, что падшие духи победили людей, увлекли их во грех, где ница сатана увлек во грех, и люди уже подчинялись падшим духам. А теперь, когда пришел Христос, то людям, христианам, дается власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Так носили деньги в то время, заворачивая их в пояс. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. То есть, это самый скромный образ жизни. Это абсолютно непритязательность. И тем самым, Господь уже показывал апостолам, что надо полагаться не на внешние какие-то средства, не на деньги, не на материальное имущество, а полагаться прежде всего на Бога, который никогда тебя не оставит и нигде. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. То есть, непременно в каждом селении кто-то будет принимать учеников христовых. И вот в каком доме приняли, в том и оставайтесь, не ищите более лучшие дома. Иначе получится, что, ну как бы ради там чревоугодия, ради того, что где-то получше будет прием, они переходят. А вот что есть и слава Богу, где приняли, то и хорошо. Потому что самое главное это проповедь о Христе, проповедь о евангельской истине. Но Спаситель уже заранее их предупреждает, что далеко не все примут слово спасения, и далеко не все захотят быть спасенными. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. В том смысле, что нам даже вот этой пыли земной от вас не нужно, мы ничего не собираемся от вас уносить, но вы не приняли истину. И Спаситель говорит об этом. Истинно, говорю вам, отрадней будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. Потому что Содому и Гаморе не посылались апостолы, и сам Христос не приходил в Содом и Гамору, поэтому им будет отраднее в день суда. вот как трагично, если кто-то не принимает Евангелие. И после вот этого краткого напутствия апостолы отправляются в путь, они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли. что интересно, вот тут что мы можем отметить, то, что апостолы еще не проповедуют вообще вот Царство Божие, пришедшее в силе, как говорится в других местах Евангелия, потому что Спаситель еще не пострадал на кресте, не искупил грехов человеческих, не не спасал Святого Духа, и Царство Божие еще не стало распространяться по земле, но они проповедуют покаяние, то, с чего должен начинаться духовный путь, то есть раскаяние в своих прежних грехах, чтобы прежде чем принять благодать Божию, нужно освободиться от своего ветхого какого-то греховного наследия, от этого груза, который мешает, и вот апостолы и проповедовали как раз покаяние, чтобы люди уже учились очищаться от грехов. И они наглядно уже демонстрируют силу Божию, потому что изгоняют многих бесов, вот эта благодатная сила наглядно проявляется, а кроме того сказано, и многих больных мазали маслом и исцеляли. В каком-то смысле это прообраз таинства соборования, елеосвящения, когда в наше время священнослужители семикратно помазуют больного с определенными молитвами, и уже апостолы с благословения спасителя мазали с молитвой больных людей, святым елеем, и люди получали исцеление. Ну, собственно, сам елей, это в каком-то смысле тоже образ божественной милости, милосердия. Почему так? Потому что в древнее время, да и сейчас на Востоке, в таких южно-восточных странах, масло растительных елей и как лекарство употребляется, и как смягчающее средство им помазывают кожу, чтобы она не сохла, не становилась жесткой под палящими лучами солнца. И вот это смягчающее и обеззараживающее действие елея является образом благодати Божией, как милости Божией и всеисцеляющей силы. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя Ев стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Вот здесь неожиданно мы вдруг читаем про царя Ирода. А почему так? Потому что сказано царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно. То есть апостолы ходят, проповедуют, проповедуют о Христе. И дальше люди начинают друг другу передавать, как у нас говорят сарафанные радио, весть о Христе начинает везде распространяться. И в том числе царь Ирод все больше слышит об Иисусе. И тут он сильно испугался. А почему так? Потому что Ирод к великому сожалению умертвил Иоанна Крестителя. Скоро мы узнаем, как это произошло. И Ирод страшно боялся, он знал, что Иоанн Креститель это Божий пророк, и он боялся, что его постигнет какое-то возмездие. Он думал, что вот когда Иисус проповедует, а кто же это такой, что же это за новый такой учитель и проповедник, и пророк. Вдруг это Иоанн Креститель, которого я умертвил, и вот он совершает теперь чудеса, и значит, меня тоже может наказать. Такой страх был у Ирода. Но это было его такое отдельное мнение. Другие говорили, это Илья. в том смысле, что пророк Илья ведь был взят с телом на небо. И иудеи уже из ветхозаветных пророчий знали, что в конце времен Илья пророк опять будет послан на землю в своем теле проповедовать людям истинную веру, чтобы отошли от своих злых дел, обратились к Богу, покаялись. И вот некоторые думали, может быть, Иисус Христос это и есть пришедший с неба Илья. А иные говорили, это пророк или как один из пророков. Ну, что удивительно, никто еще пока не называет его Сыном Божиим, то есть для многих это было недоступно. И вот здесь, после вот этого свидетельства, евангелист Марк специально встраивает в евангельское повествование историю о смерти Иоанна Крестителя, потому что это очень и очень поучительная история. Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Вот святой Иоанн Креститель, это был настолько открытый, искренний, бескорыстный проповедник, что он не боялся обличать самого царя. А вот этот Ирод, это один из сыновей Ирода Великого. После Ирода Великого Иудея была поделена на четыре части, и вот одной из таких частей владел вот этот Ирод, Ирод Антипа еще его звали, а другой брат был у него Филипп, у которого была жена Иродиада, и вот Ирод Антипа, возгоревшись плотской страстью, решил завладеть его женой, для этого развелся со своей женой и отнял у брата его жену. Иродиада сама хотела тоже вступить в эту прелюбодейную связь. Ну и поскольку Иоанн Креститель такое откровенное зло обличал, то Ирод Антипа будучи возмущен схватил Иоанна Крестителя и посадил его в темницу. Вот это была такая крепость Махерунд, она располагалась рядом с Мертвым морем. Она находилась тоже в таком удаленном месте. Иродиада же злобес на него желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Вот здесь приводятся весьма такие интересные сведения. Прежде всего, что мы видим? Что Иродиада была исполнена особой такой злобы, потому что Иоанн, креститель, открыто обличал, она горела негодованием, но не могла причинить никакого вреда святому Иоанну. А почему не могла? Потому что Ирод Антипа оказывается уважал святого Иоанна, и Ирод прекрасно понимал, что Иоанн это действительно Божий пророк, он праведен, свят, и видимо, какая-то вот еще совесть, остатки совести жили в Ироде Антипе, поэтому он не решался пойти на такое уже окончательное преступление. Более того, в каких-то ситуациях Ирод даже советовался со святым Иоанном. Ну, видимо, возникали какие-то трудные такие ситуации, когда не знал Ирод, как поступить, и тогда он обращался за советом к святому Иоанну. И тот говорил ему, что вот лучше поступить таким образом. Ирод следовал совету, все проходило благополучно, и тем самым Ирод Антип убеждался, что со святым Иоанном крестителем действительно пребывает Бог, и что его слово, оно, к нему надо действительно прислушиваться. Но Иродиада выжидала момент, удобный момент. И читаем. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе, и клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Вот мы видим, как развивается греховная страсть. И вообще есть такой закон духовной жизни, что чем сильнее греховная страсть, тем больше она приносит разрушения. В общем, чем сильнее какое-то греховное влечение, тем больше это влечение разрушит в твоей жизни. И вот мы видим, что эта страсть греховная прежде всего разрушила семью самого Ирода Антипы, разрушила также другую семью. Сразу две семьи разрушены, при этом создается как бы третья семья, но очень и очень неудачно. Кроме того, он напивается на этом перу безумном и, потеряв уже разум, дает клятву, безумную клятву, что дам тебе все, что хочешь, даже до половины моего царства. Естественно, Ирод Антипа не собирался отдавать половину царства, потому что это было бы слишком уже отдавать какой-то девице половину царства, но так было принято в то время, что если царь клялся, то он мог покляться как бы до половины царства дать. Ну почему? Больше половины уже нельзя, иначе получится тогда уже будет меньше, то есть он теряет свое царство, сам оказывается в минусе, но и половину он бы, естественно, не дал. И вот тем не менее, поскольку у него разум был затуманен, этой ситуацией воспользовались. И как поступает девица? Она сама не знает, что просить, и она выступает тут лишь как орудие чужих страстей. Она вошла и спросила у матери своей, чего просить? Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Вот вот так воспользовались моментом, когда царь затуманенной головой да еще дал такую вот клятву, и казалось ему, что если он не исполнит эту клятву, то опозорит себя перед присутствующими. Но лучше бы он не исполнял этой клятвы, тогда бы он оказался чист пред Богом. «Царь опечалился, да, он не хотел смерти Иоанна Крестителя, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей, и тотчас послав оруженосца, оруженосец это имеется в виду один из телохранителей царя, который всегда был при оружии и в любое мгновение мог исполнить какое-то повеление царя. Послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей». Вот так святой Иоанн Креститель принимает эту смерть совершенно несправедливо. В каком-то смысле это тоже как предвестие грядущей Христовой смерти, тоже когда он оклеветан, когда совершенно несправедливо принимает умершление. И, наверное, это участь вообще многих праведников на земле, тех, кто верны истине до конца. И мы знаем, что впоследствии была очень такая длинная история с обретением. главы было три обретения главы святого Иоанна Крестителя. Обретали, потом вынуждены были прятать и вновь обретали. И место обретения, двух обретений находится на Илеонской горе в Спасовознесенском монастыре. ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Вот так святой Иоанн Креститель закончил свой жизненный путь, но он завершил самое главное. Он встретил Христа. И мы знаем, что в иконостасах, в иконографии православной рядом со Христом всегда изображаются с правой стороны Божья Матерь, а с левой стороны святой Иоанн Креститель. То есть в Небесном Царстве он тоже один из самых ближайших ко Христу, потому что он сподобился прикоснуться самого Спасителя во время Крещения, и потому что по своей душе, по своей верности Богу Отцу он тоже ближе всех ко Христу. И вот после этого повествования евангелист Марк вновь возвращается к апостолам, которые проповедовали, разносили вот эту весть о Христе, так что эта весть даже дошла до царя Ирода Антипы. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вот апостолы возвращаются к Спасителю, говорят о плодах своих трудов, может быть, они сами не ожидали, что столько людей откликнется на их проповедь. Почему мы видим, что очень много откликнулось? Они приходят утомленные, Спаситель говорит, что вы пойдите в пустынное место и там отдохните, но столько людей постоянно приходило к апостолам, что им даже некогда было поесть, восполнить свои телесные силы. Вот, мы видим, что очень много людей откликнулось. Почему так? Потому что люди всегда жаждут истину. И не только это во времена апостолов, но и на протяжении всей истории, как только появлялся где-то святой человек, допустим, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, преподобный Антоний или Феодосий Печерский и другие. Вот как только такой светоч появлялся, всегда люди чувствуют вот это сердечное тепло и прежде всего Божию благодать, которая пребывает в этом сердце, и тут же тянутся к этому теплу благодати Божией. И всегда и везде так было, что святость, она привлекает к себе многих людей. Апостолы читаем дальше. «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему». То есть, люди вот настолько откликнулись на проповедь Евангелия, а кроме того, ведь апостолы исцеляли, изгоняли бесов и задержимых, что им хотелось быть вместе с апостолами, и они даже, мы читаем, что они бежали даже. Представим, что как только они узнают, где появится апостол, они туда сбегаются, люди с разных сторон, хотят опять слушать, хотят опять приобщиться вот этой благодатной силе, которая источается от апостолов. и тем самым они собрались к Спасителю. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыри, и начал учить их много. Вот это одна из трагедий человечества, что люди действительно зачастую как овцы, не имеющие пастыри. То есть люди хотели бы услышать истинное учение, но зачастую этого рядом нет. И они доверяют то каким-то оккультным течением, то каким-то безбожным атеистическим идеям. И так сатана расхищает этих овечек. А Спаситель, как добрый пастырь, привлекал к себе людей, и вот он когда люди собираются, он опять их учит. И вот эта проповедь Спасителя затянулась до позднего вечера, и как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. Вот очень интересная беседа Спасителя с учениками, когда Господь говорит, что не только духовно насыщайте людей, но постарайтесь и телесно их тоже насытить, не оставить их голодными. И сам Спаситель на самом деле, вот это проходит через все Евангелие, вот пока он был на земле, он не оставил в материальной нужде ни одного человека, который рядом с ним находился. Да, он не давал земного изобилия, он не давал какого-то материального комфорта, но в нужде он тоже не оставил. Вот то, что нужно для сохранения жизни, для пропитания, он все это подавал. И вот он говорит, что вы дайте им есть, то есть умеете не только духовно назидать общину, но умеете также и внешне, материально организовать, вот это как своего рода такой приход церковный, или когда устраивались монастыри, и там тоже кормили голодных, и многие приходы в наше время занимаются социальной поддержкой, оказывают помощь неимущим, тем людям, которые оказались в трудном материальном положении. Это все тоже есть, но, конечно, в идеальном виде это было у Христа и апостолов. И вот, когда Спаситель говорит, вы дайте им есть, что они отвечают, и сказали ему, разве нам пойти купить хлеба, динариев на 200 и дать им есть? Какие-то средства были у апостолов, потому что люди жертвовали апостольское общение, и вот они задаются вопросом, поэти, а идти-то на самом деле было далеко, потому что место было пустынное, пока апостолы ходили бы что-то покупать и возвращались, то вообще наступила бы уже глубокая ночь. Но он спросил их, сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Совсем немного. Вот эти хлеба, это скорее всего были такие лепешки, которые традиционно продавались, изготавливаются они на святой земле. Ну, кроме того, и рыба, мы знаем, что апостолы были рыбаками, а вообще в то время пропитание было достаточно скудным, и хлеб являлся основным рационом простых жителей в Иудее, и рыбы, и ее тоже не так много могли добыть, она в каком-то смысле ну, как приправа к хлебу. Вот так вот было, и поэтому пять хлебов и две рыбы. И тут вдруг Спаситель как раз совершает вот то знаменитое чудо, читаем об этом так. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по сто и по пятидесяти. То есть никакого хаоса нет, никакого беспорядка. Спаситель прежде всего апостолов направляет все организованно устроить, то есть рядами по сто и по пятидесяти, то есть с одной стороны сто рядов, с другой пятьдесят рядов, и того вместе получается это пять тысяч человек по сто и по пятидесяти. И вот они рассаживаются, чтобы не было давки, толчаи. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлеба и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все и насытились, то и Спаситель обращается прежде всего к Небесному Отцу. Он дает нам пример, что перед трапезой всегда нужно обращаться в молитве к Богу. Он благословляет эти хлебы, начинает их преломлять и давать апостолам, чтобы они давали людям. Вот он преломляет, дает апостолам, а не передают людям. Он преломляет, и оказывается, что хлеба-то не исчезают. То, что отламывается, да, это дается, но эти лепешки, они остаются опять того же самого размера, и Спаситель дальше преломляет и дальше дает. И хватило ровно настолько, чтобы все утолили свой голод, насытились, сказано. И даже осталось. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. что такое вот эти короба? Это были такие заплечные ящики-рюкзаки. Сейчас матерчатые рюкзаки, а в то время это как корзины, которые сплетались из ветвей, или может, из бересты какой-то изготавливались. то есть корзины, которые вешали за плечами. И вот представьте, то было пять лепешек маленьких, а тут вдруг двенадцать вот этих огромных корзин заплечных. А почему двенадцать? Потому что апостолов двенадцать. И каждый из апостолов он такую вот корзину себе за плечи поместил и шел дальше. И тем самым в памяти сохранялось это чудо. То есть это было очевидно, что вот я несу корзину с остатками этих хлебов и остатками от этих рыб, что у меня за плечами такая вот тяжесть. То есть это было очевидное такое подтверждение чуда. Было же евших хлеба около пяти тысяч мужей. Вот об этом мы уже сказали. Вот это чудо говорит о том, что если ты вместе со Христом, то Спаситель тебя не оставит ни в какой нужде. Да, Он не даст тебе каких-то там заоблачных богатств, Он не даст тебе дворцов, но Он даст тебе достаточное для жизни пропитание. А когда нужно, то и чудесным образом тоже подаст. Ну и вот этими остатками, конечно, апостолы сами потом питались какое-то время. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока Он отпустит народ. Люди, вот, да, это хорошая такая черта людей, собравшихся ко Христу, что они не просто вот поели и разошлись, они, да, поели, но они еще остаются со Спасителем и продолжают слушать Его Слово. Для них было самое главное это в данном случае услышать еще Христа. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вот святые отцы свидетельствуют, что, конечно, человеческие силы Христа, они тоже имели какое-то предел, ограниченность, потому что только Бог всесовершен. И Христос, да, Он всемогущий Бог, но Он воспринял наше же человеческое естество. И поэтому Он тоже должен был где-то поддерживать свои человеческие силы. И вот для этого нужно было Ему иногда побыть наедине и тоже по-человечески погрузиться в молитву. «Вечером лодка была посреди моря, а Он один на земле». То есть апостолы остаются в лодке на море Тивериадском спасители еще пока не пришел. «И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный». То есть наступает буря. Вообще на Галилейском море, оно то озеро, то море называется по-разному, там в течение суток неоднократно меняется погода. И то был полный штиль, а тут подымается ветер, волны бьют по вот этой лодке, где ученики, а Христа рядом нет. «Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю и хотел миновать их». Вот Спаситель в каком-то смысле испытывает своих учеников, что он идет неожиданно для них по водам. Это, конечно же, проявление божественной силы Христа. Люди не могут ходить сами по себе по водам. И Спаситель хотел даже как бы миновать их, видимо, чтобы показать им дальнейшее направление, куда плыть. Но вот представим, что апостолы, которые еще несовершенны, они еще боремы какими-то своими страхами. И вот буря, ночное время. Правда, да, упоминается четвертая стража ночи. Что это такое? Это уже ближе к утру. То есть ночь, она делилась на несколько таких периодов, как бы говорится, делится на стражи. Ну, видимо, потому, что когда город ночью охраняли воины, то они делились на несколько страж, которым каждому уделялся свой период времени ночной, чтобы охранять город. И вот так вот стали время делить на несколько страж. И четвертая стража, это последний период ночи, уже ближе к утру. Но волны, буря, они боятся, они и вдруг видят, что Христос идет, и тоже для них это неожиданно, и они думают, что это вообще призрак какой-то. Они увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. То есть их страх вообще достигает какого-то предела невероятного. И вот только тогда Спаситель уже помогает им, разрешает все их страхи. и тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Вот и так бывает часто в нашей собственной жизни, когда тоже какие-то беды, скорби, кажется, что лодка нашей жизни, она сейчас пойдет ко дну, и когда вот страх достигает какого-то апогея, то неожиданно приходит от Бога какая-то помощь и тоже все умиротворяется. Это бывает в жизни каждого из нас. То есть не нужно жить страхами, нужно доверяться Богу. Господь подаст все, что тебе требуется, и если нужно, то Он тут же умиротворит вот этот ветер разыгравшихся жизненных проблем, как это было на примере апостолов. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окамененно. Вот окаменение сердца это что значит? Что оно еще не совсем ожило для Бога, еще такое косность мышления, косность чувств, еще не во всем доверие Христу как Богу. Ведь наглядно же было показано, что пятью хлебами накормили пять тысяч, и каждый из вас несет за спиной огромный короб, наполненный кусочками этих лепешек, чудесно преломленных. И значит, и здесь Спаситель тоже бы в бурю не оставил вас, но сердце было еще окамененно. пройдет какое-то время, когда апостолы пройдут через скорби, через падения, через бегство от Христа, когда он будет схвачен, но через раскаяние, и потом они сподобятся благодати Святого Духа, и тогда станут уже смелыми проповедниками веры Христовой. А теперь это пока еще их становление. И переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обижали всю окрестность ту, и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Вот как только Спаситель с учениками на лодке прибывает на другой берег, в Генесарецкую землю, тотчас тоже люди узнают его, вот уже весть о Христе распространилась. Они знают, что он помогает в нуждах. И они приносят, но вот явно что здесь выделяется? То, что люди ищут прежде всего телесного исцеления. И можно понять этих людей, потому что больше всего в нашей жизни мы боимся каких-то смертельных болезней, мы боимся, что мы расстанемся с телом, потеряем жизнь, хотя расставание с телом это еще не потеря жизни. Потеря жизни это погружение в ад. А для того, чтобы не быть в аду, нужно очищать свое сердце и впускать в сердце Господа. Божию благодать. Но и то уже замечательно, что люди искали Христа, пусть еще со своими земными, какими-то материальными просьбами, но они уже шли все-таки ко Христу. Они искали все-таки Его помощи. И вот они клали больных на открытых местах и просили Господу, чтобы эти больные люди прикоснулись хотя бы к краю одежды Его. Это тоже интересная такая вещь, что у Спасителя все было животворным и животворящим. И тело Его тоже стало божественным, потому что Его тело было пронизано божественной благодатью. И одежды Его освещали, и поэтому те, кто прикасались к краю одежды Его, они уже получали исцеление. И вот основание для почитания каких-то святых предметов. Каких-то предметов, которые когда-то были у святых людей. Бывают или посох, или четки, или ряса, подрясник. Вот все это мы почитаем, потому что святые люди, у них освещалась сама одежда. в данных словах Евангелия мы видим основания для почитания различных святынь. И это вошло в христианскую традицию. А на этом мы завершаем рассматривать шестую главу Евангелия от Марка. И дай Бог всем нам иметь все-таки доверие Господу, какие бы ни случались жизненные бурю, потому что Спаситель не даст утонуть нашему жизненному кораблю. Он всегда находится рядом, и наше дело постоянно все-таки своим умом и сердцем обращаться к Нему. Храни всех Господь. До скорой встречи. Субтитры